Пластикат, у меня к вам вопрос. У нас сейчас месячный устройство продолжается, да? Месячный субботник. Субботник я имею в виду. Сложилась такая ситуация, что говорили, что управляющая компания будет содействовать по вывозу мусора. Администрация предоставляет транспорт, а управляющая компания содействует. Но вот пришла сегодня ситуация буквально, да? У нас там территория огромная, убрали буквально в субботу, привели в порядок. Очень много собралось там мешков и мусора, которые необходимо вывезти. Обращаются управляющие компании, управляющая компания отвечает, что город нам отказал. Говорит, деньги закончились, транспорт приставлять не будем. Можем возить только за счет средств жильцов. Но это допускать нельзя. Что вы скажете по этому поводу? Кто будет возить и как отвечать вопрос? Если мы это не сделаем, тогда проявление субботника вообще становится бессмысленным. Была выделена сумма, которую на проведение месячных благоустройств. Если мы говорим, давайте так на сегодняшний день про те компании управляющие, которые или отнеслись к этому с пониманием, и сразу все это, я могу всех отметить, которые мы сегодняшний день. Компания, допустим, по микрорайону Шевченко. Не то, что я так дифферантно сейчас собираюсь перед господином Морева, как мне еще раз, на самом деле, фейшн убирал, да, Пашин городком у нас убирал. Тот, про который компания говорит, навигатор, неоднократно мы уже с ними встречаемся и говорим, «Ребята, возьмите, пожалуйста, технику, возьмите что-то». Давали технику и покровщикам, понимаете? До определенного числа, на котором вы там работали, до определенного числа, до 25-го, до 28-го даже, они после этого ни разу не обращались. Поэтому было четко сказано, что будете, ребята, возить за свой счет. Это конкретно было сказано и Пантюхин, и Камичуков, на этом совещании. Вот так. По мечтам благоустройства могу так на сегодняшний день отметить, что лучшей всей этой техникой воспользуется учреждение в соцсфере. Потому что все, практически на 80-90%, школы, садики, все то, что предоставляли, все это вывозилось и выгребалось. Говорит, давайте обоюдно решать. Господин Камичуком вызывали он не один раз. Конкретно по первому микроорайону Павел Степанович не один раз вызывал. Давайте решим этот вопрос, вывезем. Ну, возьмите на контроле, рассчитывайте вопрос. Не дели в один месяц. Можно ответить в целом по вопросу. На сегодняшний день миссия по благоустройству до 25 мая будет продолжаться. На самом деле проделана большая работа, но имеют место быть ряд управляющих компаний. Может быть, не хватает силы или другого-то. То есть по микроорайонам, сказать о том, что работа где не проводилась вообще, я не могу сказать. Есть хорошие микроорайоны, имеют место быть и первые микроорайоны замечания, которые взял Валерий Жович. Но будем стараться, если даже у нас сейчас денег не хватит, будем изыскивать для того, чтобы все-таки навести порядок и в первом микроорайоне, и в других микроорайонах вывезти мусор. На самом деле управляющие компании за свои деньги это не вывезли. Будем помогать однозначно и в первом микроорайоне, и в других микроорайоне, где необходима помощь техники. То есть я могу уверенно сказать, что в ближайшее время мусор вывезут, который высыпает мусор. Буквально два часа встречался на Валерий Жованово-14, где там тоже люди собрали большую кучу мешков. Мусор не будет. С завтрашнего дня будут возиться.